итак друзья всем доброго дня сегодня у нас будет интересное видео называется оно так падает напряжение на аккумуляторе что делать смысл в общем какой сняли вы аккумулятор принесли его домой теплый аккумулятор он вас простоял например дома там несколько часов он где-то ну там градусов 2025 давайте посмотрим сейчас вот так вот вот 25 градусов у нас аккумулятор вы его зарядили он у вас простоял сутки сразу после заряда он у вас был допустим там 13 вольт а потом через три часа после заряда упал до 12 7 вроде как положено но вы замеряете напряжение после суток после двух и напряжение у него там 12 3 12 4 что это такое о чем это говорит почему падает напряжение это как бы первый вопрос и второй вопрос если аккумулятор после заряда сразу напряжение у него падает до 12 или может до 11 с половиной вольт ну как бы это второй вопрос вот смотрите у нас есть подопытный этому аккумулятору уже ну где-то 45 лет я его зарядил вот таким вот зарядником зарядник профессиональный он с режимом десульфатации но прошли сутки или по моему уже двое суток прошло и напряжение аккумулятора у нас упала до ну вот если мультиметр вам там видно 12 целых 25 сотых вольта вот это как бы не очень хорошо для начала немного теории друзья вот смотрите как я говорил когда вы заряжаете аккумулятор напряжение подается у нас примерно 14 целых четыре десятых вольт и после часа она на клеммах у вас может быть 13 до 14 вольт где-то 13 она будет держаться после 3 часов 12 7 12 7 это считается такой золотой стандарт это на 100 процентов заряженный аккумулятор после 24 часов аккумулятор может быть либо 12 с половиной либо 12 целых семь десятых вольта вот почему может быть аккумулятор у нас 12 с половиной вот такие аккумуляторы это у нас идут не обслуживаемые кальциевые аккумуляторы у них напряжение на клеммах может быть немного меньше ну где-то как раз 12 целых пять десятых это его стопроцентная зарядка ну это как бы считается стандартом таким но про кальциевые аккумуляторы я говорил вот здесь вот перейдите посмотрите его заряжать надо немного по-другому возьмем 12 целых пять десятых за сто процентов то есть это стопроцентный заряженный аккумулятор соответственно если на клеммах у нас 11 целых пять десятых вольта это 0 процентов уже то есть он полностью разряжен разница всего у нас в один вольт соответственно 12 целых три десятых около трех десятых у нас было да это всего 80 процентов его заряд то есть он у нас теряет заряд и заряд у нас теряется друзья просто без нагрузки в комнатной температуре никакого холода нет на холоде у нас все аккумуляторы теряют свою емкость теряют свое напряжение это нормально потому что у нас кислотно-свинцовая батарея химическая батарея она просто на морозе у нас замерзает у него все процессы химические идут у нас очень медленно это нормально но когда он у вас теряет при комнатной температуре причем за там двое суток это уже не нормально в чем причина смотрите причины у нас как бы три первых две причины если он держит нагрузку то есть если вы проверяете его нагрузочной вилкой он она стоит сейчас мы его проверим то получается если он как бы более-менее у вас еще держит нагрузочку то причин здесь всего две первое это у нас уровень электролита в таких батареях не обслужимых через скажем там 45 лет падает уровень электролита до критического значения ну допустим до куда-то вот досюда падает и часть пластин у нас вот здесь вот оголяется соответственно аккумулятор работает у нас не на всю свою емкость то есть вот эта пластина которая находится сверху она у нас ну не задействована и емкость у него падает соответственно напряжение у него будет другое что нам нужно сделать нам нужно восполнить вот этот вот электролита добавить скажем так в него дистиллированной воды то для этого делается вот здесь вот сверлится у нас небольшие отверстия по миллиметру вот здесь отверстие здесь отверстие здесь вот видите во всех шести банках и туда шприцом добавляется у нас дистиллированная вода соответственно уровень нашего электролита вырастает так как там внутри у нас есть уже серная кислота у нас просто дистиллированная вода через отверстие вот здесь вот по бокам она вышла ну за большой промежуток времени и вам нужно просто добавить воды туда восполнить эту воду соответственно ну как бы все пластины у нас закроются и дальше вы просто заряжаете этот аккумулятор заплавляете вот эти вот дырочки буквально ну там берете паяльник ну здесь они у вас по миллиметру паяльником делаете точечки делайте опять аккумулятор герметичным заряжаете и он опять восстанавливает свою емкость то есть как бы таким способом вы добавляете в него воды через четыре пять лет вот с не обслуженными аккумуляторами это сплошь и рядом вот сколько и аккумуляторов делал это очень часто такое бывало второе это сульфатация здесь уже сложнее от постоянных недозарядов вот этот аккумулятор кстати не дозаряжался он мог стоять там с напряжением 8 9 вольт на машине очень долго там сутки двое трое у него на пластинах начинают осаживаться сульфаты про это друзья я уже подробно рассказывал вот здесь вот ссылочка можете перейти и посмотреть и соответственно сульфатация пластин то есть пластин у нас грубо запечатываются солями и нормальный аккумулятор при заряде разбивает опять эти сульфаты и они уходят у нас в электролит а если вы долго не заряжаете аккумулятор особенно вот такие вот кальцевые эти сульфаты они запечатывают пластины у вас падает плотность и соответственно вы не можете уже при заряде разбить эти сульфаты то есть они полностью у вас запечатали эту пластину соответственно емкость у него падает плотность у падает и соответственно напряжение после заряда у нас будет совершенно другое то есть опять же такие напряжение у нас упала что нужно делать когда у вас сульфатации пластин нужно брать вот такие вот зарядные устройства с элементами десульфатации и сейчас очень много различных да и его качать может быть несколько раз заряжать добавлять в него дистиллированную воду вот как я говорил и постараться его опять зарядить то есть и вы его заряжаете заряжаете вот так вот качаете и какая-то часть этих сульфатов может уйти из пластин и как бы вы восстановите его работоспособность ну хотя бы там на 80 на 90 скажем так процентов ну и самое страшное когда он вас не держит нагрузку то есть вы подключаете нагрузочную вилку вы как бы даете ему ну как бы нагрузку которую вам нужно и получается он сразу просаживается у вас он сразу просаживается напряжение менее 6 вольт там 45 и многие нагрузочные вилки вот как вот это вот моя она может вам показать как бы работоспособен или не работоспособен аккумулятор это уже говорит нам об осыпании активной массы это говорит о том что у нас аккумулятор уже сдох и скорее всего здесь вот у нас не просвечивает но если вы его разберете посмотрите какой у нас цвета там электролит внутри скорее всего он будет у вас черный это говорит о том что масса у вас посыпалась может быть какие-то пластинки между друг другом замыкают и у вас напряжение после заряда будет падать на просто катастрофично то есть вы зарядили 12 7 прошло два-три часа он у вас уже там 11 5 или 11 7 такой аккумулятор однозначно нужно менять вот в общем то вот такие причины первых две причины если он держит нагрузку и одна причина если он не держит нагрузку ну и давайте сейчас вот проверим наш аккумулятор нагрузочной вилкой посмотрим что с ним происходит но я сейчас подключаю так значит минус мы подключаем к минусу чтобы вам было видно плюс мы подключаем к плюсу так все у нас загорелась наша вилочка ведь она говорит уже напряжение 12 0 то есть он еще просел ну здесь как бы говорит что окей можно его проверять дальше мы задаем ему 540 ампер вы давайте хотя бы его вот допустим на 500 попробуем проверить ну и даем ему нагрузку сейчас раскаляться будет у нас вот это вот нагревательный элемент здесь внутри стоит нажимаем вы видите аккумулятор у нас просаживается ну все то есть нагрузку он у нас не держит даже 5 секунд не держал пишет low аккумулятор здесь дохлый ну попробуем еще раз его подзарядить посмотрим что с ним произойдет но скорее всего он у нас уже сдох и его нужно заменить либо я попытаюсь добавить у него вот сюда вот дистиллированной воды все таки если вам будет интересно я сниму про это видео ну и посмотрим что с ним произойдет дальше после заряда на этом все друзья всем пока